итак добрый день я благодарю всех кто собрался сегодня в этой студии и вот я уже говорил у меня сегодня очень легкая непростая задача легкая потому что нет ничего проще передать микрофон профессионалу он даже сам знает что с ним делать с другой стороны нет ничего сложнее потому что я не знаю как представить профессионала который сам умеет представлять да мама не горюшь называется и сам умеет вводить аудиторию в транс в тему дискуссия как сейчас можно говорить но пока под ваши бурные аплодисменты арина я наша шарапова известный российский телеведущий тележурналист я вот обратил бы внимание еще вот тоже сказал на то что обладающий двумя еще замечательными как сейчас модно говорить компетенциями профессиями это социолог кандидат социологических но коллега прошу любить в этом смысле коллега еще раз аплодисменты человек знающий профессионально не только русский язык мы ставим за русский еще бьемся до иной раз и человек который уже много лет до сопровождает нашу жизнь на главном канале страны собственно день начинался да вот по традициям просто чувствовали что что то не так в этом дне если не видели знакомого и полюбившегося лица но и есть еще у меня тут написано что президент и руководитель арт-медиа образования я думаю что об этом вы расскажете чуть подробнее отдельно ну и собственно это моя миссия почти завершается перед тем как мы перейдем к сессии вопросов ответов я бы хотел вот собственно и передать микрофон и вот начать спасибо вот чем сила профессионалов мы в общем впервые встречаемся леонид григорьевичем вот правда но мы уже начинаем говорить на одном языке ну понятно что мы еще и социологи как выясняется еще и кандидаты защищенные в области социологии но все остальное сразу становится понятно где что полувзгляд полумер какой-то вот полу жест и ты уже знаешь что ага журналист ага профессии информация работа с информацией студия отлично я зашла увидела глазами студии вот этот сразу общий взгляд на студию составил у меня внутреннюю картинку абсолютного кайфа потому что я знаю что это такое я знаю как себя здесь вести и мне комфортно поэтому профессиональное сообщество это вообще для меня это это круто и это сказочные истории и я думаю что наверное сила журналистов в принципе заключается в том что все журналисты вместе как врачи как педагоги как какие-то другие профессии необыкновенные интересные как космонавты я не про пересильт вот и разумеется вот это вот ощущение радости от встречи это классно но я так понимаю вы начинающие да и может быть здесь есть уже такие профессиональные но я вот знаю резина здесь профессионал но тем не менее вы только начинаете и мне честно говоря знаете мне не хочется навязывать вам что-то свое я вам могу свою боль рассказать да вот то что вот мне прям больно это как работает сейчас с информацией о чем не прям больно понимаете вот то что там не знаю для кого-то кайфа для меня беда потому что информация для меня это знаете такой вот это золото вот это вот как нашли вот как вот нам сегодня дальше савод рассказал рассказывал 420 по моему тонн золота нашли надо в самом центре да и и украли там чехи или кто-то там еще взяли забрали во время революции и и распорядились в своем направлении как им было надо и вот вам чешский чешская республика образовалась на что вот на деньги которые были украдены аккурат из казани понимаете они принадлежали тогда советской нашей родине молодой то же самое с информацией ее хватают раздирают раскидывают кто-то на ней что-то строит свое большое прекрасное счастливое а мне почему-то кажется что наша информация раз мы живем в нашей прекрасной большой родине она должна в этих защищаться охраняться ее надо любить ходить лелеет как то золото который мы потеряли а потом страдали невозможно потому что голод начался беда хлеб нет туда-сюда в общем кошмар поэтому раз уж так принято что информация такой серьезное оружие так чё мы так с ним вообще обращаемся вот никак понять не могу вот это знаете моя боль мне свои взгляды на то как как этим распоряжаться у меня свое ощущение вот того как как с ней надо работать я просто не знаю что думаете по этому поводу вы тоже я взрослая тетя я могу такой наговорить скажите это она нам тут идеологической диверсии своих занимать сейчас на нас там и навешивает свои какие-то клише да нет не хочу для меня информация это консенсус в конечном итоге это то к чему мы все вместе приходим поэтому мне очень интересно понять вот вы люди которые начинаете а может быть и кто-то уже и пишет и снимает и знает вот для вас что такое информация вот я вам сказал для меня это оружие а для вас не падайте в обморок поднимайте руки напоминаю что микрофоны в зале даже если вы скажете глупость вот честно это это давайте знаете микрофон вам передадут пожалуйста на самом деле я с вами согласна в том что информация действительно оружие с помощью информации можно контролировать людьми и этим сейчас активно пользуется наша власть что мне не очень нравится однако же это я не хочу вам свою что должны присутствовать очень много различных каналов новостных с разной позиции потому что как известно в споре рождается истина и когда ты слышишь одну позицию потом слышишь вторую позицию третью позицию у тебя по себя начинает складываться картина происходящего на самом деле интересные ответы кто-то еще может мне рассказать свое отношение к информации мне очень понравилось то что вы сказали что действительно в результате взгляда в разные информационные потоки на одну тему да на одну и ту же тему ты смотришь в разные информационные потоки и понимаешь ее истину но свою собственную истину но вся проблема в том что одной правды как правило действительно не бывает для того чтобы ее понять эту правду надо много перелопатить много источников много информационных агентств надо знать какие-то иностранные языки для того чтобы окончательно понять и другую точку зрения силы то журналистики в этом понимаете у меня есть своя теория по поводу народных журналистов блогеров тех которые сейчас создают информационное пространство не имея вообще никакого образования не понимая что они делают людей которые вообще не понимают что такое информация распоряжаются ею просто так чтобы вот сердце прям о и больно что вы думаете еще по поводу информации что зачем почему раз никто не 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 берется наверно вот сложилось такое впечатление да вот я недавно в силу того что пошел на самоизоляцию включил телевизор и 400 каналов и на этих 400 каналах к сожалению мы сталкиваемся с тем что на общедоступных каналах в основном ретранслируется одна точка одна точка зрения мы говорим про информацию к даже вопрос хотел сейчас спрашивайте то есть вот недавно да если мы говорим про информацию говорим про свободу информации да недавно была вручена нобелевская премия до 2021 году и получил ее главный редактор новой газеты и общем то в его посыле да когда его первый раз спрашивали как вы прокомментируете да то есть главное да что свобода слова и вот вот хотелось бы даже ваше вот мнение узнать по поводу вот этого даже могу сказать что геноцида да вот этого дискриминации журналистского общества которые ретранслируют какую-то иную точку зрения и у государства в данном случае появился новый метод воздействия и вот перекрытие кислорода вот это вот другой точки зрения информационной да то есть кто владеет информацией владеет мира то есть болит ли у вас за это душа что журналист могут в секунду объявить иностранным агентом теперь и вот на этих 400 каналах мы к сожалению не сталкиваемся с другой точкой зрения мы смотрим куда вот мы сейчас студенты мы смотрим аналитические работы в основном там ну мы недавно смотрели про вакцинацию мы смотрим 9 минутный сюжет на республиканском телеканале который спонсирует правительство и к сожалению мы сталкиваемся с тем что у зрителя отобрали право самому решать самому анализировать ему дают поток информации и в основном вот с одной точкой зрения болит ли у вас душа вот за этот вот за эту дискриминацию журналистского сообщества я сейчас знаете вспомнил президент владимир владимирович у которого вот было всегда такая записочка он туда что-то вписывать первый вопрос второй третий то что вы сейчас задали вопрос это вообще для меня это огромная диссертация вот я так на это смотрю потому что я кандидат наук а почему бы не стать однажды профессор здесь вот как лучи солнца одной правды не бывает вот не бывает в которой вы сейчас рассказали что новая газета извините она где существует где она выпускается вопрос ответ вот эти мне ответ какой стране выпускается новая газета в россии в какой стране выходит радиостанция эхо москвы с моим замечательным другом и товарищем по московской общественной палате заместителем председателя общественной палаты товарищем венедиктовом таким же как и я, заместитель председателя общественной палаты. Где выходит радио «Эхо Москвы»? В России. А где, простите, «Дождь» выходит? А? Но он выходит. Понимаете? Теперь появляется тема иностранных агентов. Вот я хочу поблагодарить сегодня, я здесь не одна, я со своим супругом из Москвы сегодня приехала к вам в гости. Вот благодаря Эдуарду я сегодня, так как я понимала, что именно на эту тему мы с вами обязательно станем говорить, я нашла такую чудесную статью, которую, наверное, вы не читали. А может быть, и читали, но не хотите ее замечать. Словно, иностранный агент когда появился, в какой стране? Где? В Словенском Союзе? Нет, раньше. Вы не поверите в Соединенных Штатах Америки. А в каком году? Ась? Журналисты? Вот нам, вот лишь бы, понимаете, взять оружие, и надо потыкать в старую систему, да, сказать, ах ты, старая система, сейчас мы новую свою поставим. Итак, почему появилось слово иностранный агент в Америке? А потому что в 1932 году образовался нацистский режим в Германии. И этот прекрасный нацистский режим, в кавычках, разумеется, что он стал делать? Влиять. На кого? На близлежащие страны. Америка? Что это Америка-то не под нами, подумали нацисты, включая товарища Гитлера, господина, пардон. И тогда господин Гитлер, по своему собственному разумению, вместе со своими окружающими его товарищами, Гессой и прочими, начинает создавать в Америке организации, понимаете, типа вот наших НКО. Сейчас они, правда, НКО называются, но тогда они просто были, они называли союз, сообщество немецких друзей. Ну, шикарно, классно, это же принято, диаспоры-то живут своей жизнью, китайские друзья, немецкие друзья. А в тот момент появились, еще раз напомню, нацисты. Что они стали делать? Правильно, они стали влиять на американцев, и нацизм в Америке стал невероятно популярен. А еще там был потом, позже, правда, популярен коммунизм, но это другая история. Что сделали? А, они, знаете, что сделали? Вот я вспоминаю эту статью, кстати, почитайте обязательно. Они что сделали, немцы? Они придумали вместо дней Нью-Йорка, да, просто, ну, как день Москвы, там, или еще день Казани, да, они придумали день, там, что-то типа немецких друзей Нью-Йорка. И пошла свастика, и пошли всякие страсти, бордасти, понимаете, которые, в общем, честно говоря, я сейчас вспоминаю с ужасом. Я не знаю, может быть, вы не проходили Великую Отечественную войну в своей жизни, может быть, вы не знаете о существовании освенцимов, может быть, вы не знаете, что убивали всех евреев, вы, может быть, не знаете, что и трогали и мусульман, вы, наверное, не помните этого, да? Или помните? Помните, какое счастье. И вот представьте себе, что придумывают америкосы. Они говорят, ага, иностранные агенты, а ну-ка быстренько запретим их. Они нам разваливают нашу страну. Но разваливают так, что, так глядишь, а так как Америка вся, вообще, практически вся верхушка у нее всю жизнь была еврейская, да, то идеология фашистская совершенно не соответствовала идеологии американской. Правильно? Правильно. И дальше началось то, что, в общем, наверное, власть стала себя охранять от проникновения нацизма. Вопросы есть? Наверное, вы скажете, сейчас нет нацизма. Тогда Америка вела понятие иностранный агент для того, чтобы противостоять нацизму. Ну, может быть, для того, чтобы власть сама себя охраняла. Ничего себе, сама себя, она охраняла народ, свой родной. Ну, да, для того, чтобы противостоять нацизму. А для чего, по вашему мнению, сейчас власть вела статью об иностранных агентах? А мы сейчас вот с вами немножечко аналогии-то проведем. Давайте так, давайте по очереди. Да. Есть вопрос, сейчас, секунду, если не хватит ответа, да, то да уточните. Ну, чтобы какая-то была, да, культура диалога. Чуть позже. А вы вообще знали о том, что я вам сейчас рассказала? Вот прежде чем вступить в воду любого диалога, или монолога в данном случае, а лучше диалога, потому что потом идет, да, философы... Я заканчивала философский факультет, и у нас там была такая вот фраза, просто вот мой лозунг. Философы глухи, когда они принадлежат к разным идеологиям. Я запомнила это на всю жизнь. Умение настоящего философа круто мыслить, глубоко, это понимать оппозиционную точку зрения. Понимаете, какая штука? Ну, это мудрость. Ребят, вот я вам сейчас такую вещь скажу, тайну одну открою. Есть такая возрастная ерунда. Есть вы, которые никогда не будете принимать, наверное, то, что вокруг происходит, потому что у вас своя точка зрения, потому что вы молодые, крутые, вы постигаете мир, вы узнаете новое. Это замечательно. И только редкие из вас в вашем возрасте бывают мудрыми. Вот слушайте меня, я взрослая, я вот прям вам тайну, как мать говорю. А мудрость – это когда ты накапливаешь знания. Мудрость – это когда ты не вступаешь в лужу, не зная ту сторону, как там вообще, брод, не брод, болото, не болото. Это мудрость. Понимаете, наверное, для этого надо родить детей, воспитать внуков, иметь какие-то взлеты и падения в жизни для того, чтобы это ощутить. Это надо просто понимать. Я не знаю, понимаете вы меня сейчас или нет. Наверное, не очень. Просто слушайте, просто запоминайте. Может, кому поможет. На мой взгляд, уже в вашем возрасте вполне возможно набрать знаний. Ваша проблема в чем? Откуда студенческие митинги? Откуда студенческие вот эти вот «хочу, вот дайте мне, вот сейчас я шашку выну, всех зарублю»? От незнания. Вот вы меня сейчас убили тем, что вы совершенно не знали эту статью. Ну как можно рассуждать на тему иностранное агентство, агенты, НКО там всякие вот эти иностранные и так далее, не понимая предысторию? Вот я уверена, надо сначала изучить тему, а потом уже аккуратно, используя очень правильное оружие, если вы все же продолжаете соответствовать вот этой позиции, ну как-то им размахивать. Потому что сегодня я утром почитала новую газету, и там есть большая статья по поводу иностранных агентов. Вот там есть какой-то человек, я не знаю фамилии этого журналиста, я, к сожалению, не знаю, мне интересно с ним поговорить. Он просто вынул шашку и говорит, значит, так, верните нам вот это вот все, что было раньше, никаких иностранных агентов, что это за безобразие, да вот такая страна узурпаторов и так далее. Без аргументов, четко рассчитывая на аудиторию, похожую на вас. Когда мои студенты приходят ко мне, у нас есть с ними такие уроки. Урок называется, первое называется не упустить свои возможности, вот прям есть у меня отдельные позиции по этому, и второе, не поддаться манипуляциям. Как не поддаться манипуляциям? Вот урок, как не поддаться манипуляциям, проходит у меня не один раз. Вы абсолютно правы, когда вы сказали, что для того, чтобы понять информацию, ее надо со всех сторон открыть, посмотреть, там, здесь, тут. Я кандидат наук, философ. Понимаете, мне интересно рыться. В чем слабость чистого журналиста? Слабость чистого журналиста, что он не имеет бэкграунда, профессии. И вот на этом, мои дорогие, вас и ловят. На мой взгляд, только если вы берете какую-то тему для рассуждения, для того, чтобы понять, как ею апеллировать и как с ней работать, я еще раз повторю, ее надо круто изучить. Это значит, вот, например, я летела в Татарстан, я открыла Википедию, я посмотрела, слушайте, я присутствовала при рождении республики. Да, ну, мы тут такие, тут все, слушайте, не юные, что я просто помню, как это все происходило, я помню людей, я знаю их в лицо, я с ними дружу до сих пор. Это потрясающие люди, которые сделали республику. Ну, я думаю, так, подождите, Арина, ты здесь не была там какое-то количество лет? Давай сейчас ты почитаешь Википедию, ты почитаешь статьи, ты узнаешь, что это, это, это. Я приехала к вам с обновленными знаниями. Я уверена, что вы делаете так же, когда пытаетесь, там, встать в оппозицию к какой-то, в какой-то ситуации. Потому что, мне кажется, самое гнилое дело, это когда, не имея аргументов, а исключительно эмоции, ты начинаешь давить. Давить. Значит, ты пропадешь, тебя, ну, просто тебя одолеть. Это я вам такие материнские секреты подсказываю, понимаете, это даже уже не журналистская история. Это просто вот, ну, мои собственные знания, ощущения, я думаю, что вот взрослые люди, которые сидят, наверное, меня понимают. Но, тем не менее, мы говорили изначально об информации, о том, что ее надо беречь. А чтобы ее беречь, скорее всего, наверное, надо знать. Надо знать, о чем мы говорим. Итак, вот вы хотели продолжить ваши мысли. Я надеюсь, что своим монологом долгим я не сбила вас с чего-то. Пожалуйста, продолжайте спрашивать, потому что это очень важная тема. Благодаря вам я расту. Растут люди, которые находятся вот в нашем с вами окружении, потому что в спорах рождается истина. Но я не хочу, чтобы это был спор. Ну, как пойдет. Поехали. Вот у вас было уточнение, да, я так понял? Или уже нет? А, ну, давайте. Ну, и зачем, по вашему мнению, в наше время власть вела понятие об иностранных агентах статью? Зачем Ходорковский иностранный агент, Дождь иностранный агент? Зачем, типа? Ой, вы знаете, иногда мне кажется, что у нас наступает время, как в 2017 году. Как в еще очередных годах, когда происходят какие-то революционные изменения? Это страшное время. Оно вообще наступает по всему миру. Это не только в нашей стране. Кризис идет по всему миру. И, например, давайте в качестве, наверное, примера мы возьмем наши семьи. Вот просто наша семья, мои дети, моя мама, папа, их, правда, нет в этом году, они ушли, ну, неважно. Там, ваши семьи. Скажите, пожалуйста, вот если, например, на вашего папу или на вашего маму, на вашу маму будут покушаться другой мужчина или другая женщина, как вы на это среагируете? Ну, если, допустим, мой отец будет как наша власть и в обиде своих детей, например. Ну, если на него покусится другая женщина и скажет, я увожу тебя из семьи. Ну, если он плохой отец, пусть уходит. Это больно. Это больно. Вот в данном случае мы пришли к вам, с вами к очень интересной истории. Вообще страна – это семья. Честно. Ну, у нас она, правда, больно здоровая. Семья огромная, там просто не семья, а 156 тысяч, миллионов, миллиардов, сколько там у нас народов. И вот для того, чтобы в этой семье никто ни у кого ничего не крал, и для того, чтобы она оставалась, ну, в общем, сильная, а я вот приехала к вам сейчас в Казань, я обалдела. Ну, правда, я обалдела. Я такого, я даже не поняла, где я нахожусь. Ну, батюшки Света, это то же самое, если вы ко мне в Москву приедете, понимаете, у вас будет тот же шок. Потому что это супер какой-то красоты город. Это какая-то фантастическая просто атмосфера с потрясающими экскурсоводами, со сногсшибательными отношениями к своему городу. Это надо охранять? Разве нет? А разве не надо? Вам не надо, вот, например, сделать так? Или вам... Это, понимаете, зависит всё от вашего настроения, от вашего отношения к родине. Если вы хотите, чтобы она стала меньше, и вам кажется, что там управлять проще, как вот какой-нибудь Норвегии, там, это одна точка зрения. Если вдруг вы решили, что класс, у нас такая большая держава, а давайте-ка мы её побережём немножко и сделаем так, что на время. Ну, сейчас вот во мне говорит управляющий, потому что я ещё управленец. Вы ещё пока нет, а я управленец. А как бы нам уберечь вот эту семью от того, что нацисты или какие-то другие люди, ну, наконец-то, как на Украине прикупят земли? Все земли куплены на Украине, чернозёмные, не украинцами, чтобы вы понимали. Они прикуплены хасидами, они прикуплены людьми, которые приехали из иностранных держав. И это было сделано давно, ещё до 14-го года. Представляете, как интересно? И Украина, ну, надувает щёки. Я обожаю Украину, я её обожаю, люблю прям вообще. Для меня это язык любимый, это мой любимый Киев, там наш любимый монастырь в центре Киева находится, да, Киевско-Печерская лавра. И я понимаю, что они сейчас просто, знаете, вот у меня в детстве такая игрушка была. Вот вы, наверное, помните, такой резиновый человечек, пять пальцев в него втыхаешь, и он начинает рожи кортить. Вот в Украину, как вот в этого резинового рожицу, воткнули пять пальцев, и она корчит рожи, открывает рот и говорит чужие слова. Я не хочу, чтобы с нами так было. Потому что лично я человек самодостаточный. Это что это такое? Сейчас ко мне придёт какой-то американский рейнджер. Это что это? Он сейчас войдёт ко мне и скажет, я у тебя вот эту землю покупаю, а вот этот Кремль, он будет принадлежать кому-нибудь там, я не знаю, в Саудовской Аравии или ещё куда-нибудь отойдёт. Вам это надо? И это зависит от ваших взглядов. Понимаете? Для того, чтобы спорить, тема номер два. Надо сформировать взгляд на мир. Надо понять, что ты хочешь, какая у тебя цель. Вот чего ты хочешь добиться? Окей, вот подумайте сами с собой, а, на НКО. И начинается бурление, чаты, всё. Там вот люди специально, а мы же знаем, тролли там рулят, без имени, без фамилии, они же подкидывают нам эту информацию, они вас разогревают, вы крутые, потому что вы самый замечательный материал, вы строительный материал. Вы вот, знаете, вас развести в какую-то сторону, и будет либо там один дом одного цвета, либо другой. Вот, это называется манипуляцией. А вот неохота участвовать нам в этих манипуляциях. Я хочу, чтобы этот Кремль остался таким, какой он есть. Я хочу, чтобы мой Кремль в Москве остался таким, какой он есть. И я не хочу, чтобы земли мои покупали иностранцы. Понимаете? Вот я так, это моя позиция. Я прекрасно понимаю, что без этого не проживёшь. Всё равно должны быть какие-то коллаборации с иностранными компаниями. Я за, потому что это развитие. Это круто. Вот я поехала, я на CNN получала стажировку. На NBC я работала в программе «60 минут», которые вот сейчас попытались что-то сделать, но что-то не очень. Понимаете? То есть, ну вот, я прям кайфую от тех практик, которые получаю. И получаю я их, конечно, не только у нас. Да. Я хочу начать немножко издалека с вами разговаривать. Чуть погромче. Вы человек, который… Голод должен быть прекрасен. Да. Вы человек… Это ваш имидж. Это отдельная сторона моей работы, да? Нет, мы подумаем обо всех сейчас. Я хочу начать с вами разговаривать немножко издалека. Вы человек, который работает на телевидении очень давно. Я посмотрела в Википедию. Да вообще. И я бы сказала, что вы прошли несколько стадий развития телевидения. Если вы помните, то в нулевых, как раз когда у нас только пришла власть, ТВ в целом было достаточно свободным. Я бы даже хотела сказать очень вольным и позволяла себе как критику по отношению к власти, так и более какие-то социальные вопросы затрагивают, которые сейчас, например, на телевидении вообще страшно освещать. Допустим, в нулевых годах с песней «Все решено», «Мама, я гей», «Папа, я гей» выступал Валентин Стрыкало, и общественность принимала эту песню очень позитивно и хорошо. Она также принимает. Та же самая группа «Тату» была очень популярна, и все буквально боготворили эту группу. Если же посмотреть сейчас, то ТВ и вся информация стала скудной. На телевидении транслируется только одна единственная правильная мысль, что я считаю недопустимо просто, потому что информация должна быть разной и должны освещаться разные стороны одной и той же ситуации. Соглашу. Чего на телевидении на данный момент лично я не вижу. Также хотела бы сказать по поводу власти, по поводу того, как она… Вопрос все-таки. Ну это выступление, это хорошо, пускай, конечно, пускай говорит. Не, ну как это… По геям, вот я бы не согласен, сейчас-то как раз… Сейчас ярче. Только они, по-моему, и присутствуют. На телевидении… Там была группа «Тату», а сейчас, ну, вопрос, если можно. Общественность у нас сейчас… Потому что другие тоже хотят спросить. Общественность сейчас порицает просто это, и это… Общественность забивает залы. Вопрос формулируйте, чтобы другие могли успеть. Да, сейчас я уже подхожу к вопросу. Также хочу сказать, что власть, например, с той же самой вакцинацией очень неправильно подходит, потому что вначале власть нам говорила, что это плохо, это вообще… Ну, не существует никакого коронавируса. И вот эти вот все прививки, которые придумали… Ну, вы что, вы хотите, чтобы вас чипировали и прочее, прочее? А сейчас они резко переобулись и говорят, вам всем нужно вакцинироваться. Простите, но вы до этого почти год говорили, что это плохо, что это вредно. А теперь вы хотите, чтобы вот сейчас народ встал и пошел. Ваше предложение? Вы год говорили одно и то. Ваше предложение? У меня вопрос… Вот как бы вы вышли из этой ситуации? Вот представьте себе, что вы власть. Под вами целая страна, университет, район, под вами жизнь людей. Ваша жизнь. Не делать изначально необдуманных поступков, а продумывать все наперед. Это возможно? Арина Альяна говорила вначале одну очень ценную вещь, ценность факта. Вот понимаете, что вы на этом дальше строите аргумент. Ну это боль, это нормально. Я не слушаю просто. Власть год говорила, что прививки это плохо. Вот этот факт, пожалуйста, документируйте тогда. Приведите пример. Власть говорила, что прививки плохо. Было ли такое? Вот опираясь сейчас на неточный факт, вы делаете соответственно неточный факт. Да, поэтому очень аккуратно. Говорила ли власть год назад, не прививайтесь. Власть, власть. У нас не было прививок, к сожалению. Они у нас наконец появились, и это большое счастье. Я вас поняла. Как вы считаете? А, есть? Я хочу задать, да. Я просто долго подводила. Александра. Александра, очень приятно. Вопрос. Вот касательно. Вы правда не замечаете, как сильно поменялось СМИ? Вы действительно считаете, что у нас сейчас на телевидении можно получить несколько точек зрения за раз? Ну, во-первых, можно. Например, программа «Большая игра» на Первом канале вообще нет политики, вы заметили, наверное. Но если вы смотрите, а я думаю, что нет программы «Большая игра» на Первом канале, то, наверное, вы обращаете внимание, что там есть не просто разные точки зрения, а просто все, что хотите. Или программа «Время покажет», где там просто представлен целый спектр мнений, но у меня такое ощущение, что вы это тоже не смотрите. Вся проблема у вас заключается в том, что вы не смотрите телевизор. У вас нет этого оружия, на котором вы собираетесь работать. Вот в чем беда. Но то, что вы сказали, это десятая часть той проблемы, которая сейчас покорила весь мир. У меня во время союза, недавно совсем, союз журналистов в Сочи собирал съезд. И вот мы туда приехали, и у меня там был замечательный, на мой взгляд, доклад. Я не знаю, вы читали его кто-нибудь из вас, знаете, нет? Доклад печатался в «Аргументах и фактах», в «Московском комсомольце», тысячи журналистов, поднимите руки. Кто читает эти газеты и знает эти доклады? Нет аргументов, у вас чуть-чуть не хватает. Ничего страшного, вы все это наберете. Это не страшно. Я специально вам говорю об этом для того, чтобы вы просто набирали в лукошко, что смотреть, что читать, как идти на встречу с опасным человеком, с которым очень трудно на самом деле дискутировать. Потому что у меня много знаний. Понимаете? Вот знаете, например, у меня есть программа «Десять фотографий». Она выходит на телеканале «Звезда». И вот ко мне пришел это интервью. И вот ко мне пришел Александр Сладков. Вы знаете, кто это? А кто еще знает? Это гений журналистики, это гений репортажа. Человек, который уже с начала, с 91-го, с момента основания «Вестей», работает в «Вестях» и работает военным корреспондентом. И он прям вообще, я считаю, что если быть репортером, то надо смотреть его репортажи в том числе. И так как он ездил очень много по разным городам и весям, иностранным в том числе, я его спросила, «Александр, вы шпион?» А он мне ответил, ну, в общем, да, я владею большим количеством знаний. Поэтому, когда ты владеешь большим количеством знаний, с тобой очень трудно дискутировать. И вот на эмоциональной истории и без аргументов, ну, не получится. Сейчас я вам прочту просто начало моего доклада. Журналистам по всему миру, а мне кажется, это гораздо важнее всего того, что вы сейчас говорите. Придется начать битву за возвращение доверия к профессиональным СМИ. Мира к профессиональным СМИ. Подчеркну, речь идет о проблеме глобального масштаба. Открываем такой доклад, есть Edelman Trust Barometer 2020 года. Вы убедитесь в том, что новости из наиболее пострадавших стран репортажа журналистов были включены в стройку наименее надежных источников информации о коронавирусе. В докладе за 2021 год и вовсе заявлено, что США вступает в эпоху информационного банкротства. Слова-то какие. Дальше еще там один опрос одной крупной международной исследовательской компании выясняет. 68% россиян считают, что газеты и журналы считают, распространяют ложную информацию. Что особо показательно, в европейских странах уровень недоверия к СМИ еще выше. Понимаете, как интересно? То есть вы, в принципе, задали вопрос, который напрашивается. Но результатом его становится глобальное недоверие к СМИ. А где вы, мои друзья, будете работать? Вот у меня вопрос. Лишь треть французов доверяет информации о транслируемой теле и радиоресурсах. Французов. 56% россиян, и вы, собственно говоря, наверняка туда относитесь, не доверяют статистике о распространении коронавируса. 2 трети из них считают, что информация искажается намеренно. 27% опрошенных перестали доверять официальной информации именно в ходе эпидемии ковида. Масс-меди в уходе из пандеминового периода не в лучшем состоянии. Просто на самом деле мы сейчас все лежим на наших лопаточках. Понимаете? Поехали дальше. Падают продажи, сокращаются рекламные бюджеты, увольняются сотрудники. А это всего лишь верхушка айсберга. Проблема с разоблачением множества фейков. То есть что происходит? Началась пандемия. Люди в шоке. В шоке и в удивлении журналисты. Власти разных стран пытаются выработать какие-то определенные критерии, оценки создавшейся ситуации. И получается, что никто не знает последствий. Вы посмотрите, какая сейчас смертность наступила. Это же ужас какой-то. Все говорят, что все будет хорошо. И я тоже так считаю. Но исходя из того, что мы не ожидали такой смертности, мы не очень-то можем и прогнозировать. Футурологи – это зеро. Они обычно проваливаются. Поэтому, говоря о прививках, вот я сегодня прочитала, что в Питере прививка будет обязательной. Потому что в Питере вообще никто не укололся. Там самое большое количество заболеваний и смертей. Часто очень официальные власти, опасаясь тех или иных информаций, которые они получают, они что говорят? Они говорят, мы признаем эту информацию недостоверной. И у них больше нет никаких комментариев. А вот теперь вернемся к вам и к нам. Как работала журналистика в это время? Хреново работала. И это не потому, что власть такая вам. Это потому, что мы такие. Потому что мы допустили то количество фейков, которое появилось, о том, что называется пандемия. И вы тоже влипли в эту лужу. Потому что эти фейки распростреляют кто? Правильно, блогеры, народные журналисты. Что произошло? Наши мамы, папы, дедушки, бабочки почитали наши газеты, посмотрели наше телевидение. И сказали, боже мой, какой кошмар, мы ничего не понимаем. Меня не убеждает то, что они говорят. А как можно убедить, если мы сами не знаем? И тут, на фоне этой вот катастрофы, появляются прекрасные, в кавычках, народные журналисты. Без образования. Без понимания, что такое информация. Их основная задача, дай мне лайки, дай мне побольше денег, дай мне рекламы. Вот я сейчас буду крутой на базе той информации, которую я сейчас вам выброшу. И началось. Вы думаете, это началось только в нашей стране? Нет. Голландия. Максимально шикарно развитая страна экономически. Вот на таком уровне. Знаете, что народные журналисты туда вбрасывали? Если вы будете есть зубную пасту, то коронавирус пройдет. А если вы эту зубную пасту разведете в воде и выпьете, то он сдохнет на все оставшееся время. Говорили прекрасные голландские народные журналисты. В Голландии и в других скандинавских странах был очень большой уровень ковида. И там вообще якобы нет цензуры. Якобы. Понимаете? Но когда люди поняли, что вот что сейчас здоровье людей страны, такой как Голландия, зависит от этих странных перцев, которые там сидят в интернете и фигню всякую порют, тогда началось, понимаете, ну, ребята, нам надо прикрыть как-то страну немножечко. Нам надо о ней позаботиться. Нам надо ее полюбить, потому что мы хотим, чтобы Голландия оставалась столь же экономически развитой. А ну-ка в баньку. Что сделал Китай с информационными такими авантюристами? Ну, в Китае все просто. Там сразу тюрьму сажают. Прямо сразу и прям конкретно говорят за факты, которые вы не можете подтвердить. Прямо вот официально несколько человек посадили. Это были блогеры, это были там СММщики, это еще какие-то люди. Вот они прекрасненько сели там на 5-6 лет. Сидят себе. Китай. На него набросились все в мире. Помните Трамп, как его мочил? Вот Китай, вот. И мы все тоже ругались. Это все китайцы. Это все от них идет, вот этот гадкий вирус. Вот он, вот он. Вот эта страна. Бейте ее по голове. Что сделал Китай? Мы сейчас такое говорим? Нет. Почему? Фу. Это отдельная история. Почему вдруг Китай за один год умудрился полностью взять и вот так вот перевернуть отношение к себе? Потому что они сказали, так, это наш имидж. Это наша страна. С какого это перепугу? Нас сейчас обвиняют со всех сторон. И они начали создавать информационные отряды. Дипломаты, китайские дипломаты, они входили, их называли воины-волки, их до сих пор так называют. Воины-волки. Китайские дипломаты официально открыли свои прекрасные там соцсети и начали рассказывать о том, что происходит в Китае, как они живут. То есть начали очень серьезно заниматься такой серьезной информационной работой. Я уже не говорю о тех социальных сетях, которые в Китае существуют. Китай полностью отрезан от мира на сегодняшний день и не пускает к себе вообще ни Google, ни Яндекс. И я вам хочу сказать, что количество информационных... Я сейчас цифру не скажу, она у меня в докладе, не буду рыться. Количество информационных посещений, посетителей, у них больше, чем в Инстаграм. В их сетях. Они кайфуют в своем бассейне, понимаете, они там плавают. Конечно, там есть какие-то люди, которые вот так же, как и вы, вот недовольны, это плохо, то плохо. Но на сегодняшний день, в день серьезной ситуации, а я вам начала с того, что сейчас, ну не то, что революционная история, но она тяжелая. Вот правда, и она тяжелая не только для нашей страны. На мой взгляд, семью надо оберегать. Поэтому, прежде чем пенять на зеркало, давайте, дорогие журналисты, посмотрим на себя и поймем, что наша рожа крива. Откуда я взяла это выражение? Не пеняя на зеркало, когда рожа крива. Слава тебе, Господи, хоть кто-то знает. Какое счастье! Боже мой! Вы меня сейчас порадовали. Поэтому, прежде чем брать оружие и тыкать штыком в живот там кого-то, давайте начнем с себя. Вы и ваши коллеги, ваши мамы, папы облажались. Понимаете? Никто не смог в мировом масштабе создать... Простите, у меня что-то с голосом. Никто не смог в мировом масштабе, включая ваших прекрасных взрослых коллег, создать такую атмосферу, когда в нас, журналистов, бы поверили. А почему? Да потому что это эпидемия. Да потому что это кризис. Да потому что вот сейчас все ходят и думают, будет локдаун или нет. А другие ходят и думают, умру я или нет. Понимаете? Вот такая вот хренатень, ребята, в нашей жизни. Поэтому вот ругаться можно, доказывать можно, а давайте вот не будем пенять, когда у самих не все в порядке. Поэтому, на мой взгляд, журналистика должна быть объединенной. Она должна быть информационно собранной, подтянутой. И вы должны приходить вот как я, или как ваш коллега, ваш коллега, конечно, но и при этом шеф. Леонид Григорьевич, да? Уже со знанием дела. Понимаете? И тогда вы прям вообще крутые. А вы заметили, как вот опровергли, сами же, собственно, у нас другой точки зрения, кроме как провластной, нет. Ну, правда, мы весь год принимали за провластную точку зрения то, что сорил черти кто. Но не государь. Вы даже спутали, что это оппозиционная точка зрения, что вакцина это вредно. Да, да. Представьте, как было ее много на самом деле, когда оказалось опасной для здоровья людей. Я вам сейчас так скажу. И вы это сейчас приписали власти. Да. Я сейчас, знаете, вам чуть-чуть другое скажу. Как мне позиционная точка зрения? Я... Нет, это не оппозиция. Я очень люблю оппозицию. Вы не поверите. Оппозиция не любит меня. А я обожаю оппозицию. Потому что, знаете, ребят, вот в споре рождается истина. Я с утра до вечера читаю новую газету, слушаю их в Москве. Я изучаю все какие-то другие информационные пространства для того, чтобы понимать, а что, откуда вообще, где правда, где ложь, где кто, что. Поэтому вот тема нерукопожатных это не моя тема. Это не ко мне. Я тут подошла к одному. У вас на Центральной площади в Кремле стоит великолепный памятник. Великолепный памятник, построенный Виктором Цыгалем. Как он называется? Мусат Джалиль, да, памятник? Да. Кто его видел? Ну, так я на всякий случай. Может, вы даже не в курсе, что это памятник Мусат Джалиль. Вы знаете, что это памятник? Нет. Ну, хорошо. Нет, там прям легко стало. Так вот. Я просто хочу сейчас... Сейчас я договорю, хорошо? Да, хорошо. Можно? Значит, вот, представьте, стоит памятник. Его построил Виктор Цыгаль, человек, который в советское время жил, работал. Нам почитали стихи. Мусат Джалиль, я плакала, потому что, ну, это мощные стихи, потому что они о стране, потому что... Ну, он потрясающе писал. И вот такое совпадение, что мой друг Сергей Цыгаль, его сын. Ну, понимаете? Вот мой муж с ним даже вот в поки... Во что вы там? В преферанс играли. Понимаете? Он великолепно совершенно соображает. И вот в один прекрасный момент я подскажу, Серега, здравствуй! Как твои дела? А он мне вот так вот поворачивается и отходит от меня. Ты не рукопожатная, говорит он мне. А что это я не рукопожатная-то? Это он мне после 14-го года говорит. А потому что ты работаешь на Первом канале, и я тебя ненавижу. Понимаете? Вот, простите, друзья мои, мне кажется, это какая-то вот недалекость. Я продолжаю любить Сережу Цыгаля. Я продолжаю, если кто его знает, передайте им большой привет и моя любовь. Ну вот они, люди, которые вот, понимаете, глупо себя ведут. Ну правда, глупо. Поэтому я продолжаю его любить. Так же, как мне интересны все те люди, которые сидят на той стороне. Но это другая история. С осадком-то можно работать. Понимаете? Поэтому я думаю, что ты мудрец, а вообще, чем Китай славен, он славен мудрецами. Ты мудрец, и в твоих руках тогда мир. Вот кайф, когда ты много знаешь. Вот кайф, когда ты готовишься к интервью. Вот круто, когда ты понимаешь ситуацию журналистики на сегодняшний день. И мы с вами знаем, что она непростая, эта ситуация. И наша задача ее исправить. А вот как это все будет зависеть от того, какой вы хотите, чтобы была ваша родина. Маленькая, как Норвегия. Или оставалась в тех границах, в которых вот она существует сейчас на сегодняшний день. Дай бог здоровья и существовать так же. Спасибо за внимание. Спасибо. Я думаю, что под эту здравицу можно поаплодировать. Я как бы закончила. Но вопросов много. Очень короткий, если только закончите вопрос. А потом я передам уже сюда. У меня даже не вопрос, у меня к вам хорошие предложения. Мне очень интересно с вами беседовать, на самом деле. Тут больше идет дело дискурса, чем конкретных вопросов. Дискурса? Да. Да. И я бы хотела спросить, можно к вам после мероприятия подойти? Я с вами кое-что обговорю. Да, можно. Спасибо большое. Можно публично, если можно. Я предпочитаю, Вы просто все выступление говорили, что мы тут такие разваливающие страну. На самом деле, я хочу сказать, что я очень сильно переживаю за Россию. И вот даже если мне предложат переехать куда-то, я никуда не перееду, потому что душа, сердце, все мое тело, весь мой разум, он лежит в России и полностью ей принадлежит и отдыхает. Моя Злата, Александра, давайте поаплодируем. Она очень хорошая, на самом деле. И так вот, так рассуждать, человек, у которого действительно болит сердце. Я понимаю вас. Я понимаю. Вы моя. Мы с вами очень схожи во взгляде на Россию и в любви к ней, но мы очень не схожи с вами во взглядах на то, как сохранить целостность и процветание России. И я бы хотела с вами уже по этому поводу поговорить отдельно, чтобы не отвлекать людей от более важных вопросов. Спасибо большое. Спасибо. Я очень люблю вас за то, что вы такие неравнодушные, крутые, и что, в общем, несмотря на то, что вы не задаете вопросы, кто-то зевает, а кто-то спит, я надеюсь, что при всем при том, что-то вот осталось в вашей светлой юной голове и когда-нибудь вы вспомните бабушку Арину. Спасибо. Добрый день. Вопрос такой. Чувствуете ли вы то, что сегодня существует все-таки разрыв поколений по поводу доверия к традиционным СМИ, то есть старшее поколение все-таки больше к телевизору как бы больше причастным? И как это доверие, особенно среди молодого поколения, можно вернуть к тем же традиционным СМИ? Да не будет больше таких уж совсем традиционных СМИ-то. Со временем, наверное, что-то изменится. Я вам так скажу, что в результате этой пандемии произошел фурор. Выживут и выжили только самые профессиональные издания. Вот смотрите, не закрылись каналы телевизионные ни в одной стране, мира, такие самые крупные каналы, они остались жить. Самые крупные мировые газеты, они остались, потому что народ, после того, как начитался народных журналистов и вот этой зубной пасты и всякой прочей ерунды, на которой, главное, я знаю людей, которые действительно ели зубную пасту. А вот эта история тоже из Голландии, кстати, пошла. Это то, что все эти 5G, знаменитые, вот эти вышки ставят, а в Голландии кто-то придумал из народных журналистов, что это очень вредно. И было организовано движение 5G. Люди взяли лопаты и пошли вырывать вот эти вот прекрасные... Так это пришло к нам. Я сама видела людей, которые выступали против вот этих прекрасных 5G-вышек, понимаете? Ну, то есть это бред. В общем, в конечном итоге, мои прекрасные, я думаю, что важнее всего, конечно, чтобы все мы понимали ценность нашего, ну, нашего вклада. Вот вы правильно сказали, да, Саша, что я хочу, чтобы было все вот как-то правильно. Так вот, если говорить о пандемийной истории, мы вырулили только благодаря большим, крупным каналам, большим, крупным СМИ. Понимаете? Это значит, что люди поверили и стали искать реальную информацию в крупных компаниях, медиа. А вот все маленькие, они исчезли. Вот эти народные журналисты, они растворяются. Поэтому, если говорить о вас и о нас, вот, мое взрослое поколение, ну, я не могу сказать, что я часто смотрю телевизор, но так как я все-таки преподаю, я смотрю, я знаю, что где происходит, я знаю, куда перешел, какие события происходят. Меня поражает другое. Вот вы пришли на телевизионное отделение. Есть у вас телевизионное отделение? А чего вы телевизор-то не смотрите? Они его, понимаете, что они путают, они его смотрят, они смотрят через другие платформы. Начинаешь задавать вопросы. А вот и ответ на кто такой Малахов, кто такой Урган, кто такой 60 минут, все знают. Совсем скоро. Просто через YouTube, например. Лет 5-10 пройдет, и скорее всего телевидение, вот этот ящик, один мальчик мне говорит, как я не смотрю телевидение? Я смотрю, вот у меня висит, я через него интернет все время смотрю. Понимаете? Значит, совсем скоро будет собран тот контент, который будет вещаться вот на этих плазмах наших. Возможно, возможно, что в том виде, в котором телевидение сейчас есть, оно действительно уйдет. И оно уйдет, знаете как? Оно останется нишевым. Победили нишевые каналы. Канал истории, канал, я не знаю, что там, техники, канал документального кино. Вот я прямо обожаю смотреть эти документальные каналы. Ну правда здорово. Часто это интереснее даже, чем искать свой интерес на федеральных больших каналах. Хотя я тоже там сериалы смотрю. Вот сейчас сериал какой-то идет. Оксана, тайна там туда-сюда. Слушайте, я так хочу посмотреть. Там Маковецкий в главной роли. Я хочу посмотреть. Мне прямо интересно, и я буду смотреть. А где я могу это посмотреть? Только на телевидении. Почему? Потому что телевидение сделало так, что оно запретило своим крупным сериалам быть первыми, показанными где-то на платформах интернет-пространства. Это сейчас пиратством называется. Поэтому так или иначе уже у нас потихонечку на глазах что-то происходит. Ребята, я не нострадамус. Более того, все футурологи, которые говорят о том, что каким будет телевидение, как это будет происходить, но они не очень точно знают. Ну правда. Про интернет тоже раньше особо не знали. Вот он так внезапно появился в нашей жизни. В нашей. Вот в нашей. У меня телефонов не было в руках раньше. Понимаете? Я не знаю, что такое соцсеть. А вы знаете, у нас была очень смешная история. Последнее, что скажу. Дальше вопрос. Ну просто бронепоезд встал на рельсе, надо поговорить. Знаете, вот только что я из Артека приехала, я с ребятами разговаривала, с вожатами, с детьми разных возрастов. Круто. Обожаю ездить в Артек, потому что они там все молодые, классные, они только вот начинают впитывать мир. С ними очень интересно разговаривать. И вопрос, который я там подняла, это была тема социальной сети. Я говорила им, послушайте, а что вы будете делать, если не будет социальных сетей? Ну вот просто представьте себе. Ну вожатые как-то начали так отвечать на вопросы. Ну мы пойдем там погуляем. Кто-то сказал там, ну начали что-то придумать. Средний возраст, это соответственно где-то там 10-11 классы, ну что-то как-то сложнее. И вот пришла мелюзга там до 5 класса. Они вообще даже не поняли, что я говорю. Понимаете? Я говорю, ну не будет соцсетей. Не будет? Пойдем починим. А как? А мы генератор принесем. Какой генератор? Делать что ты будешь. Ну там типа пойдешь на улицу, будешь гонять футбол, займешься спортом, ну что-то такое иное. Нет, я принесу генератор. Генератор не будет работать. Мальчик-чеченец мне говорит, очень симпатичные ребята из Чечни там были. А как его снимать? Я сделаю так, что он все время работал, а я все время его буду крутить. А две девочки вот раскололись. Они говорят, а мы будем рады, наверное, только вот две сказали, а остальные вот как-то. Наверное, будет хорошо, мы так устаем от него. Представляете? И обе в очках. Я, собственно, к чему? Просто смешная история, а вечером отрубились все соцсети. Понимаете? И бедный там этот самый Цукерберг ломом ломал вход в свою серверную. Понимаете? Поэтому вот такая вот история. Часто футурологи ошибаются и такую ситуацию может кто и прогнозировал, но не до такой степени. Все. А то вы уже спать хотите, домой у вас дел полно. Да. Марина, не помрут ведь слабые СМИ и слабые журналисты тоже, потому что они финансируются хорошо государством, поддерживаются государством. И я сижу, вы стоите. А как вас зовут? АЯС. Очень приятно. А что вы представляете? Я частную газету представляю. А, частную. А, ну, конечно, не помрут. Но дело в том, что и самоуспокаиваться тоже нельзя, что у нас существует Эхо Москвы и Новая газета. Они тоже финансируются государством. И только потому, чтобы вот приехала Меркель и спросила, а где у вас спросить оппозиционную? Так вот же, Эхо Москвы, Новая газета. Все, одному можно. Одной радиостанции, одной газете. Вторая, она будет иноагентом тут же. То есть... А иноагент, это когда вы финансируете? Вся слабая пресса, она останется. Финансируетесь. Чуть-чуть ближе. И когда у вас есть доказанная прямо вот база, что вы финансируетесь, часто об этом не говорят. Но в определенных органах есть такая вот такая бумажка, и там написано, финансируются и доказательства есть. Представляете, просто так не закрывают газеты на сегодняшний день. И журналы тоже. У нас вообще нет газет, которые закрываются. Есть те, которые... как же управлять населением? Так я вам про будущее говорю. Это же не про сейчас. Я же не про сейчас. Я про будущее. Я тоже футуролог, понимаете, чуть-чуть. Дайте поиграться. Поэтому то, что будет впереди, мы не знаем, но то, что сильные, сильные медиа останутся, это факт. Микрофон передайте, пожалуйста. А можете для совет? Вы говорили про народных журналистов, которые дезинформируют население. Можете называть каких-то? Чтобы мы их не слушали больше. Список, огласите, пожалуйста. Хотя бы одного. Меня мама хорошо воспитала. Хотя бы одного, чтобы мы больше их не слушали. Ну вот Сережа Цегарисля. Ну вот я пошутила. Нет, нет, я не стану этого делать. Я не стану этого делать. Их очень много. Просто как-то тогда не обосновано, что народные журналисты дезинформировали население. Кто? Я не знаю, никого такого. Ну я вот китайцев могу назвать. У меня вот здесь фамилии даже есть. Зачем нам китайцев? Скажите в российских каких-нибудь, пожалуйста. Вопрос. Ответ. Ответ получен. Спасибо. Да. Вы что-то... Вы причесываетесь? Вы причесываетесь? Давайте к прочему залу. Вот есть вопрос. А вот девочка сзади... А у меня просто... Давайте передадим микрофон. Ладно, хорошо. Вы же договорились еще на тайную вечерину. Подождите. Сейчас, 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 все равно не слышно. Да, мы с вами еще обсудим. Хорошо, у вас много было времени. А вы упомянули, что не нужно поддаваться манипуляциям. Однако же СМИ само по себе манипулирует. Тогда чему верить? Везде манипуляции. Не работаете в СМИ тогда. Ну, не работаете в СМИ? Не работаете? Нет. Знаете, я своих студентов очень часто еще учу следующему. Вот, допустим, вы выбрали газету, в которой вы работаете, или редакцию. И вам этот человек, да, хозяин СМИ, хозяин, там, телевизионной какой-то компании, платит зарплату. Вот вы получили сегодня зарплату, взяли зарплату, положили ее в карман, встали к нему спиной, и говорят, паразит. Вот он гад. Вот он манипулирует всеми. Ну, ничего, я сейчас денежки положу в карман, а сам пойду, значит, дальше участвовать в чем-то, что он предлагает, потому что мне очень деньги нужны. Но я буду очень сильно его мочить. Я предлагаю в такой ситуации, вот мои студенты, например, вот они, кстати, так и делали. Ну, они нашли свое в результате. Встать и уйти. Если ты понимаешь, что от тебя вот ничего здесь внутри не зависит, и твое мнение вообще не воспринимается, и ты хочешь, чтобы тебя услышали. Вот прям хочу, чтобы меня услышали. Ну, окей, тебе здесь не дадут такой возможности. Встань и перейди куда-нибудь тебе еще. Мир большой, он безграничный. Где-нибудь вы себя-то найдете. Понимаете? Ну, примерно так. Поэтому мой совет, когда вы кладете в карман зарплату, вы думаете об имидже той организации, в которой вы будете работать. Или не берите деньги? Спасибо. Вопрос. Здравствуйте. Здесь. А вы где? Здесь. Вы работали телеведущей на программе Доброе утро, да? Да. И хотела спросить, как, если создавать подобную программу, как правильно сценарий сформировать или ход, что для этого надо? Сначала надо построить фабрику. С заводом, с этими самыми, со станками, с линиями, с большими такими, какими-то вот как... Были когда-нибудь на каком-нибудь заводе? Были? Вы видели современные заводы? Входишь, а там людей, правда, нет. Да? Вот это меня поражает. Думаю, батюшки света, а где же люди-то? А там вот эти конвейеры, станки работают, 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 работают. Сначала вот это надо сделать. Сначала надо заложить экономический фундамент. Экономический фундамент сначала надо заложить, а потом уже создавать в зависимости от того, от тех возможностей, которые есть, те сценарии, которые... Конечно, у Первого канала, ну, на сегодняшний день, слава тебе, господи, еще пока есть возможность. Поэтому они создают то доброе утро, которое они создают. Понимаете? Так что сначала завод. Телевидение вообще стало заводом, если вы заметили. Ну, а если продолжить этот вопрос, все-таки есть какие-то секреты, как надо делать сценарий утренней программы, именно утренней, и вечерней, и дневной? Ведь надо... Вообще цель-то зрителя взбодрить, разбудить, поднять с кровати в хорошем настроении. Ну, да. Не то, чтобы загнать его в петлю. Да, у нас очень много народу. Какие-то секреты профессиональные именно утреннего шоу? Ну, они очень такие сложные, интересные. Я люблю эту работу, но я сейчас, правда, пока я не в добром утре, я там отпахала почти 23 года, все, пока не готова дальше продолжать. Но я работаю на Первом канале, еще пока никакого там авторского своего или чего-то еще не получила, не имею, но как бы вот на звезде отрабатываю замечательный проект, фантастически любимый мной интервью, потому что на сегодняшний день самое интересное это интервью для меня. Возвращаясь к тому, что вы говорите, сценарий, он пишется некоторым количеством людей. Например, сидит главный редактор, который соображает, каким будет завтра день. Он обязательно посмотрит в календарь, посмотрит, какие события дня. Ну, например, не знаю, завтра православные будут отмечать день покрова. Да, вот он обязательно, этот главный редактор, включит в этот сценарий это событие, там еще что-то, какие-то события обязательно включаются в программу «Доброе утро». Но там есть еще очень важный такой секрет, сейчас я действительно вспомнила, а то я что-то увлеклась глобальной журналистикой. Там есть один очень важный секрет, это тайм-слот, временной слот. Например, вот когда вы, студенты, уходите в институты, обычно, во сколько вы обычно уходите? Из дома? В 7-8, во сколько? В 7-7. Да, вот с этого времени начинаются сюжетики, которые могут вам понравиться, как флиртовать, как правильно одеться, чтобы понравиться молодому человеку, как молодому человеку обращаться с девушками. То есть мы учитываем ту аудиторию в каждом временном тайм-слоте, которые будут смотреть. А чем дальше, тем больше мы обращаемся к тем, кто будет сидеть дома. Там после 9 часов уже понятно, там остались домохозяйки, наши бабушки, дедушки, там уже более такая информация близкая им. Поэтому, наверное, в основе этого сценария вот такое распределение по тайм-слотам. Там есть еще много ключевых историй. Например, специальные слова, которые цепляют очень сильно людей. Я помню, я приводила своих студентов из... Откуда, где же я этот... А, в МГИМО я тогда преподавала, их приводила, мы с ними вместе проводили социологические исследования, какие слова чаще надо употреблять, чтобы вырос рейтинг. Ну, это сложная очень тема. Целая диссертация. Пожалуйста. Да. Работает? А, да. Мне кажется, что именно в утренней телепрограмме, если так ведь можно сказать, роль телеведущего, она намного выше, чем в дневной, потому что нужно разбудить, правда, зрителя, вовлечь его. и как оставаться в ресурсе, как вот находить те необходимые интонации, как-то... Все равно вы ведь тоже встаете для того, чтобы записать программу. Как вот... Как себя разбудить, чтобы эту энергетику, в общем, донести до зрителя через экран? Прошли семейный секрет. Как вообще... Проснуться-то с хорошим настроением, чтобы передать его другим. Я тут недавно посмотрела... Четыре утра. Да, на Apple TV потрясающее шоу. Ну, оно такое сложное, может, оно вам не очень понравится. Это называется Morning Show. Утреннее шоу. Я стала смотреть это Morning Show. И буквально на первых же кадрах я вижу, что главная героиня, ведущая программы Доброе утро, сначала не ее показывает, сначала показывает будильник 3.20. 3.20. И вот звенит будильник в 3.20, понимаете? И я думаю, о, это Америка. Это в Америке в 3.20 встает. И дальше она встает. Она приводит себя в порядок такие патчи сразу, маска, крем, какие-то там зарядку какую-то делает, значит, несется в душ, там холодный душ. То есть, вот это все показывает. И я думаю, боже мой, какие все ведущие оказывается в мире одинаковые. Как же все одинаково. Как тяжело встать в 3.20. Невыносимо. Особенно после того, как ты поспал там 2 часа до этого. Потому что у нас очень сложный эфир. Мы еще где-то, у нас в 9 вечера идет эфир на Дальний Восток. А потом в 5 на европейскую часть. Это ужас. Там все время работают люди. Поэтому тут уже либо какая-то природная история внутренняя. У нас, например, не удержались люди, которые были совыми. А остались те, которые перебороли себя, остав жаворонками. Или, в принципе, по сути жаворонками. Все девчонки, которые сейчас вот работают у нас, они, конечно, им очень тяжело. Но они встают, и они симпатичные все. Но это вот просто, если ты хочешь остаться на работе, ты будешь это делать. Я буду здесь поаплодировать тем, кто это умеет. Да. Вопрос про вас. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос о книге, которую написала Татьяна Устинова. Богиня прайм-тайм. Там есть ваш прототип. Алина Храброва. Почему вы изменили имя? Это долгая история. Это долгая история. Действительно, она просто с меня писала там, конечно, придумывала половину. Это же художественное произведение. Но у нас с ней были идеологические несогласованности. Мне показалось, что так как там, в общем, не все про меня, я говорю, зачем ты будешь это называть Арина? Ты можешь изменить? Она изменила на Алину. Она хотела посвящение мне сделать. Я даже не знаю, есть ли нет. В общем, короче говоря, не получилось. Ну и книжка отлично прошла. Кино сняли. Богиня прайм-тайм. Почитайте. А у меня сейчас книжка выходит, между прочим. Но она для маленьких. Сказки называется. Это книжка сказки. А называется она Страна чудес Коктебель. Потому что я всю свою жизнь, там последние 20 лет, провожу в Коктебеле, очень много в Крыму. И прям чудесные, такие обучающие сказки. Если у вас есть братья и сестры, пожалуйста, скоро она поступит в продажу, покупайте. На лабиринте РУ можно сделать предзаказ, между прочим. Это медийные сказки или сказки прям вот пробок лисичка? Прямо сказки. Я рассказывала своим малышам и просто вот издательство АСТ сказал, слушай, круто, давай напечатаем. Ну вот. Спасибо. Значит, коллеги, у нас есть несколько минут. Еще можно несколько вопросов уложить. Вот один микрофон сюда просится. И если кто-то еще... Все-таки, да? Нет, я просто показываю, что он у меня есть, а что он... Тем временем я пока задаю вопрос. А представьтесь, пожалуйста. Я тоже преподаватель, Василий Загидович. Очень приятно. Я помню вас с тех времен, вот по вестям, с заставкой несущейся тройки лошадей. Вы скучаете ли по этим временам? 90-е годы, середина, может быть. И чтобы вы перенесли из телевидения того времени, из сегодняшней телевидения? Да нет, всему свое время. Я думаю, что вот те 90-е с нашими лошадками, которые неслись, они вот как-то... Это время хаоса, время без еды, время без царя в голове. Зато очень интересно. Да, без еды это хорошо. Для журналистов. Без государства. Время без государства. Понимаю, вообще класс. Этот пошел туда, этот сюда. Хаос. Наша молодость там была шикарна. Потому что мы черти-чего творили. Вот захотели, это сказали, а государство-то рушилось. Не мне вам рассказывать, вы помните, что это было. И кто к нам заходил, и как Америка к нам, слава богу, до цветных революций не дошло. Я не хочу такое. Простите, пожалуйста. А Красноярск? Ну, у меня нет вариантов. Я тут кофе зашла попить. И ко мне подошел человек и говорит, ой, Алина, а вы помните, как вы в Красноярске на Лебеде работали? С Лебедем, с губернатором. Да, да, конечно, тут не забудешь. А что ж, твоя история, она хвостом идет. Я ее люблю, свою историю. Желаю вам всем иметь свою собственную историю. Потому что это круто. Спасибо. 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 Спасибо.